всем привет это лида сегодня я перебираю луковицы подготавливаю к посадке гладиолус и храню я их вот таких вот коробках вместе с картошкой в одном помещении не чищу вот осени подсушиваю обрезаю у них стебли и вот так и оставляю как они есть высаживаю тоже одновременно с картошкой значит для начала вычищаю детки детки у меня складываются в одну коробку вот этой коробке я уже сыпала остатки земли из прошлого ведерко которая перебирала вместе с детками и так вместе с этой землей я ее и посею все я и прям в огород там где картошка как мне нарезают рядки под картошку на такую глубину я их и сею загребаю и все и она растет детки сеять обязательно потому что старая луковица очень быстро может погибнуть поэтому остаются только самые стойкие розовые и такие персиковые а красивые сорта через два-три года уже все теряем поэтому необходимо возобновлять посадочный материал из детки кстати вот эта детка многое будет будет уже и цвести в этом году вот некоторые прям такие крупненькие эти точно будут цвести их я не чищу все детки у которых нет на донце своих деток их я не чищу прям вот как есть так и сею теперь перейдем обратно кто луковица которая начала чистить необходимо отделить и старая донце от нее то есть это вот старую усохшую луковицу прошлогоднюю и корни ну вот эта луковица уже старая вот ведь у нее такое большое донце огромное и в этом году она уже скорее всего погибнет вот у этой луковицы видите донышко маленькая хотя размером они практически одинаковые вот эта луковица молодая она скорее всего прошлом году выросла из крупной детки а вот это вот уже вероятно там 3 года посадки луковка значит вычищаем корни потом обдираем вот шелуху с нее до конца и и обчищать нельзя шелуху вот я покажу на темном чтоб хорошо видно было остаются вот такие вот пленочки над раз точками их желательно не трогать потому что иначе можно повредить ростки в итоге у нас остается вот такая вот луковица вот здесь я показываю на это потому что очень хорошо здесь пор не видно на темном ведь уже молодые корешочки растут возле донышка и вот росточки под пленочками вот таком состоянии луков кожи можно высаживать я их ничем не обрабатываю серьезных болезней и вредителей у меня на гладиолусов пока не было иногда бывает небольшая проблема называется лаковая гниль сухая лаковая гниль она бывает когда сухое лето и нечем поливать вот так вот это выглядит когда сильно пораженная луковица то есть вот такие вот пятна она прям сливаются а чаще это вот такое одно пятнышко где-то там чуть-чуть она не опасно не передается другим луковицам земле не сохраняется но если их не удалить эти пятнышки то луковица чаще всего погибает особенно если их много вот на этой луковки я уже удалила делается это очень просто я беру в эту ложку поддеваю ручкой ложки и она отскакивает вот одной рукой мне неудобно но принцип действия такой она отскакивает почему это не делаю осенью потому что осенью она почему-то не отделяется от луковицы только вместе с мясом выдирать приходится практически вырезать пятнышки эти я ничем не дезинфицирую вот это вырезанные и нормально она все потом растет и здоровая луковицы если нормально ухаживать но бывает летом что вот не хватает воды чтобы полить вовремя и вот тогда бывает такая проблема других проблем с луковицы меня не бывает поэтому ничего посоветовать не могу высаживаю я их на глубину сантиметров 20 на штык лопаты почему-то глубоко потому что так они не заваливаются при ветре потому что цветоносы имеют склонность заваливаться у гладиолусов ну и все высадила можно подкормить как и картошку а за фоской аммиачной селитрой чтобы дать им толчок к росту и ждать пока зацветут на этом все всем пока до встречи ваша лида